Здравствуйте, меня зовут Виктор Петрович Артемьев, я фермер, пенсионер и занимаюсь тем, что выращиваю огурцы по органической технологии. Я вам расскажу, как я выбираю огурцы, семена огурцов, и на что надо обращать внимание, когда это происходит. Во-первых, надо решить, для чего нам нужны огурцы. Мы собираемся делать из них салат, собираемся их мариновать, солить, или же нам надо много огурцов, чтобы накормить большую команду. Как вы знаете, есть огурцы длинноплодные, есть короткоплодные. Они обладают разными свойствами, вкусовыми, разными внешним видом, и исходя из того, какое предпочтение есть кулинарное у вас или у ваших близких, вы будете приобретать семена или короткоплодных, или длинноплодных огурцов. Соответственно, следующий шаг, когда вы выбрали вид огурцов, вы будете определять, где ваши огурцы будут в основном расти. Или это будет открытый грунт, или закрытый грунт. Существует много сортов огурцов, которые рекомендованы для открытого грунта. Также специализированы сорта огурцов, которые для закрытого грунта. В то же время есть сорта огурцов, которые могут с успехом выращиваться в открытом, закрытом грунту. Выбрав, сделав направление в этом отношении, как правило, мы выбираем несколько сортов огурцов. Следует учитывать, что есть сорта огурцов самопыляемые, а есть не самопыляемые, которые нуждаются в опылении, ну как правило, пчелами, насекомыми. Поэтому надо учитывать следующий фактор, что если мы возьмем, например, посадим рядом огурцы, которые самоопыляемые, и какой-то сорт огурцов, которые опыляются насекомыми, при попадании пыльцы на самоопыляемые сорта других сортов огурцов, мы можем получить большой процент нестандартных плодов, которые каким-то образом деформированы и исковерканы. Поэтому надо учитывать, что самоопыляемые сорта лучше всего высаживать в закрытом грунту, в маленьких теплицах, или же, которые в основном будут находиться под укрытием. Следующий шаг, это ваша возможность ухаживать за огурцами по времени. Некоторый хозяин может подходить к своим грядкам каждый день, к некоторым через день, а некоторые вынуждены посещать свою плантацию на даче, например, раз в неделю, в лучшем случае. От этого зависит время полива, сбора урожая и тому подобное. Если мы возьмем сорта огурцов, которые не имеют защиты от горечи, то при изменении, например, полива, подсушивания, засухи или резких колебаний температуры, мы получим горькоплодные огурцы. Если выберем сорт, который на уровне генетики не горчит при изменении параметров, то, соответственно, этот сорт нам при редком уходе даст более качественный, более лучший урожай. Но, разумеется, вопрос цены. Следующий момент при выборе сорта огурцов, это что вы будете с ним делать. Если вам нужны огурцы для того, чтобы как можно раньше получить урожай и использовать его для еды прямо сейчас, здоровый образ жизни, витамины внукам, детям, то, соответственно, есть огурцы, которые дают ранний урожай, и они для салатов и для непосредственного потребления, самое то, у них тоненькая кожица, тоненькие нежные семенные части, которые, как говорится, органолептика очень положительная. Где можно узнать эти параметры? Как правило, на сортах огурцов, которые мы используем, есть краткая аннотация с описанием этого вида. То есть, например, что значит гибрид корнишонного типа? Это значит, что огурцы вырастают и созревают размером 8-10 см, ну, 90, максимум 100 грамм. Это стандартный огурец, который годится как для непосредственного потребления, так и для маринада или же засолки. Партенокарпический сорт. Скороспелый партенокарпический обозначает, что это самый опыляемый огурец, ему не надо пчелы, бывает, что цветут завязи, а опылители не прилетели. Или сильный ветер, или для них холодно где-то, или там рядом нет ни у кого пасеки. Вот такой сорт, он оптимально подойдет для вашего региона, и вы получите хороший ранний урожай. Ну, вот, например, следующий сорт. Ранний гибрид корнишонного типа, сравномерная дача урожая. То есть, вы на протяжении всего сезона будете равномерно получать огурцы, и, соответственно, у вас будет постоянно необходимое количество продукта для того, чтобы обеспечить вашу семью. На этих же аннотациях написано, для чего они больше подходят. Для салатов, для засолки, для того и другого. Вот, это один из параметров, по которым мы выбираем сорт. Как правило, в каждом регионе есть свой букет вредителей, болезней для растений, вот, и других неблагоприятных факторов. Ну, например, сорт Артист имеет высокую устойчивость к вирусу мозаики огурца, мучнистой росе и кладоспариозу. А в то же время это ранний гибрид корнишонного типа. Борус, к вирусу ложной мучнистой росы, оливковой пятнистости, вот, ну и кладу другие болезни. Следующий параметр, по которому вы выбираете огурцы, это по тому, которым вы имеете доступ, чтобы приобрести. Если вы получили сортовые семена сами, и если вы купили семена в магазине, они имеют определенное отличие. Например, семена, которые вы купили в магазине, как правило, имеют окраску. То есть, они обработаны разными химическими веществами, и некоторые производители добавляют в эти семена, в эту обработку, минимальный набор микроудобрений. Если вы семена получили сами, они имеют стандартный светло-желтый, светло-белый вид, и их очень не рекомендуется без обработки пропускать на выгонку, на рост. В таком случае, если вы примените биопрепараты фирмы Профит, то вы компенсируете все отрицательные факторы, которые могут возникнуть при высадке неподготовленными и полученными семенами в своем домашнем хозяйстве. Ежегодно я провожу в своей теплице обновления сортов семен. Я начинал выращивать огурцы с цифровых гибридов, 40-97, 30-46. Это семена для фермеров, для закрытого грунта, для больших фермерских хозяйств или для больших тепличных хозяйств. Переходил на сорта такие, как Арктик, корейское производство. Получал, выращивал семена Бьорн. Каждый год сравнивал, менял один-два сорта, получал результат, сравнивал, что у меня получается. В этой теплице выращивается рассада двух сортов, которые я выбрал для получения стабильного урожая. Сорт Артист и сорт Ансор. Артист не боится выращивания в затененных пространствах. Он более хладоустойчивый. Маленькие, короткие корнишоны, готовые к употреблению или же для засолки и закатки. Немножко более крупные плоды получаются в сорте Ансор. Я выбираю сорта огурцов, исходя из тех условий, которые я могу создать, для того, чтобы получить наиболее ранний и наиболее объемный выход столового огурца. Надеюсь, полученная вами информация принесет пользу вашему хозяйству и послужит на увеличение урожая. А семена огурцов и других овощных и цветочных культур вы можете приобрести в интернет-магазине про цветок. Спасибо за внимание. До свидания.